МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Десятиметровый триколор и флешмоб «Флаг России» в Преамурье провели мероприятие, приуроченный ко дню российского флага. Социальное предпринимательство в региональном правительстве рассказали о новом направлении бизнеса и мерах его поддержки. Материал, вес, форма, как выбрать школьные портфели, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Восемь любящих женщин. К примеру спектакля под таким названием амурские зрители смогут увидеть уже в начале октября. Легенда амурского телевидения. Прощание с заслуженной артисткой России Раисой Позняковой состоится 21 августа. 22 августа в России отмечается День флага. Накануне государственного праздника Благовещенская молодежь провела несколько акций и флешмобов. День флага в России отмечается с 1994 года. Соответствующий указ был подписан президентом Борисом Ельцином. Амурские активисты из молодежного отделения ОНФ в преддверии праздника на площади Победы исполнили государственные гимны, а после растянули триколор. Главная задача данного мероприятия заключается в том, чтобы еще раз напомнить жителям нашего города о том, что государственный флаг Российской Федерации является силой и олицетворяет благополучие нашей большой, огромной страны. Активисты молодой гвардии в одном из Благовещенских дворов создали арт-объект, на котором изображен триколор и знаменитая на весь мир русская тройка. Триколор, который изобразили художники, символизирует благородство, верность и мужество. Каждое из этих понятий соответствует цвету стяга – белый, синий, красный. Цель нашего арт-объекта – привлечь внимание к одному из главных символов нашей страны – это государственному флагу. Мы его изобразили в форме тройки, тройки триколора, которая будет привлекать внимание как детей, так и проходящих жителей. Кто такие социальные предприниматели? Чем выгоден подобный статус и как его получить? Об этом рассказали на пресс-конференции в региональном правительстве. Подробности в материале Евгения Вдовенко. Есть четыре категории, которые относятся к социальному предпринимательству. Это такие критерии отнесения и получения статуса. Первое – это если предприниматели трудоустраивают социально незащищенные категории граждан, такие как люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, воспитанники детских домов, дети-сироты и прочие категории. Таких трудоустроенных должно быть не менее двух и не менее половины от штатной численности. Вторая категория – это те, кто способствует реализации товаров и услуг, производимых как раз-таки социально незащищенными гражданами. Третья категория – это те предприниматели, которые производят товары и услуги для несоциально незащищенных граждан. Это могут быть различные медицинские услуги, психолого-педагогические услуги, это может быть производство изделий для людей с ограниченными возможностями. То есть тоже очень большая категория. И четвертая категория, она в принципе самая популярная – это осуществление деятельности, именно направленной на достижение общественно полезных целей. На сегодняшний день статус социального предпринимателя имеют 53 амурских бизнесмена. Больше всего их в Благовещенске, Белогорске и Тынде. Чаще всего они реализуют социально значимые проекты в сфере образования. В этом году перспективное направление бизнеса получило расширенный перечень мер поддержки. В первую очередь это консультационно-образовательные услуги «Центр мой бизнес». Это финансовая поддержка в виде гранта в размере 500 тысяч рублей на реализацию социального проекта. И новые меры поддержки, которые мы сейчас вводим, это налоговая льгота и льгота по аренде за недвижимое имущество. Также сейчас у нас микрокредитная компания «Центр кредитной поддержки предпринимательства» выдает микрозаймы по 3,25%. Именно для тех, кто получил вот этот социальный статус, статус социального предпринимателя. Для начинающих это до 2 миллионов рублей, для опытных, для тех, кто зарегистрирован уже более года, это до 5 миллионов рублей. Заявки на грантовую поддержку принимаются до 26 августа. Более подробно ознакомиться с условиями получения грантов, а также возможностью получения статуса социального предпринимателя можно на сайте Минэкономразвития Амурской области. Евгений Вдовенко, Иван Щербинин, Амурское областное телевидение. Пять плавсредств транспортеров передаст Министерство обороны России Амурской области. Такое решение было принято в рамках обращения губернатора Преамурья Василия Орлова к министру обороны Сергею Шойгу. Региону доставят высвобождаемую военную технику для оказания помощи в борьбе с паводками. По состоянию на 20 августа в Преамурье от воды освободились 28 жилых домов и 143 приусадебных участка. Подтопленными остаются 172 строения и более тысячи подворий. Без автомобильного сообщения 10 населенных пунктов в Зейском, Серышевском, Михайловском, Архаринском районах, а также Ромнинском округе. В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 587 человек, 203 единицы техники, в том числе 19 плавсредств. В ПВР проживает 51 пострадавший, в том числе 23 ребенка. По факту смерти воспитанницы социально-реабилитационного центра в селе Малинов Кабурейского района началась доследственная проверка. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, на теле погибшей 2006 года рождения телесных повреждений и признаков травмирования не обнаружено. Причина смерти устанавливается. До момента смерти несовершеннолетняя проходила длительное лечение. Напомню, это уже второй случай в текущем году гибели подростка на территории соцучреждения. Первый произошел 15 июля. В траншеи с водой было найдено тело 19-летнего юноши. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Удобство и безопасность. До нового учебного года остаются считанные дни. Сейчас омурчане активно закупают все необходимые принадлежности. Кроме них, на школьных ярмарках можно увидеть и сотрудников регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты помогают родителям правильно выбрать товары. О требованиях к рюкзакам или портфелям расскажет наш корреспондент. Очень красиво. Нравится. Вот это нравится. Юный благовещенец Тимофей Холодов в сентябре идет в пятый класс. Пришла пора определить школьный рюкзак. Выбор мальчика очевиден. Главное, чтобы был красивый и с карманами. А вот сотрудники регионального Роспотребнадзора с этим не согласны. По их словам, при покупке портфеля нужно обратить внимание на заводскую этикетку. Там должно быть указано, для какого возраста он предназначен и кто изготовитель изделия. Тот, что захотел Тимофей, выполнен в Китае. На бирке отсутствует нужная информация. Уже не подходит. Второе, на что стоит сделать акцент, это спинка ранца. Она должна быть твердой и плотно прилегать к телу ребенка. Я сейчас буду создавать эффект того, что как будто бы в твоем рюкзаке сейчас груз. Тимофей, чувствуешь что-то? Да. Тяжесть чувствуешь? Да, чувствую. А еще что чувствуешь? Приятно тебе? Нет. А тебе ходить-то каждый день? У этого продавца подходящего рюкзака не нашлось. Идем дальше. Тимофей, приняв во внимание все замечания, по-другому смотрит на школьный аксессуар. Да и выбирает уже чуть дольше. Твердее, чем этот, который был первый. Очень хороший. Он не намокнет. Полностью уверены в своем выборе, Тимофей уже начал продумывать, куда и что положит. Однако выбор школьника вновь забраковали сотрудники Роспотребнадзора. Минус того, что сам рюкзак без светоотражающих вот этих элементов, которые должны быть расположены обязательно на передней части, на той части, в которой ребенок будет виден другим. Это, естественно, водители, которые должны видеть ребенка идущего. После нескольких тщетных попыток мальчику все же удается найти подходящую сумку по стилистике настоящий мужской рюкзак. А покажите мне, пожалуйста, этот рюкзак с пулями. Это этот? Да. А он, кстати, как раз для тебя подходит. Самое идеальное. Как выяснилось, этот рюкзак удовлетворил обе стороны. Спинка твердая, ткань изделия, влагостойкая, светоотражающих элементов, много не говоря уже о фасоне и количестве карманов. Это пули. Тут есть два вот таких. Вот тут есть, к примеру, для физры или для сменки можно взять. А вот тут можно взять пенал. Нет, наверное, тут пенал не подойдет. Телефон, скорее всего. Вот тут может и пенал подойти. Между тем, такие рейды представители регионального Роспотребнадзора проходят ежегодно в период подготовки детей к школе. На общение с родителем сотрудники выходят сами, рассказывая о качестве выбора товара для их чат. Ребенку нужно жить в форме, с этим портфелем, с рюкзаком целый год. И ребенку должно быть не просто комфортно, а ему должно быть удобно, а главное – безопасно. Значит, существуют гигиенические требования, нормы, которые мы рекомендуем, чтобы родители эти нормы учитывали для того, чтобы наши дети сохраняли здоровье. И все-таки сотрудники ведомства отмечают, что чаще всего родители идут на поводу у своих детей, отдавая предпочтение броским и ярким рюкзакам, при этом забывая главный критерий – удобство и безопасность. Ольга Сысо, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. Прощание с заслуженной артисткой России, диктором Амурского телевидения Раисой Позняковой, пройдет 21 августа с часу дня в Благовещенском кафедральном соборе. Ее жизнь трагически оборвалась 16 августа в Приморье на отдыхе. Неподражаемый голос Раисы Алексеевны знала вся Амурская область. Она была ведущей новостей. Цикла программа «Байкало-Амурской магистрали». Еженедельные передачи «Служим мы на Амуре» и десятков других. Зритель запомнил ее по концертным поздравлениям, которые выходили в эфир каждые выходные. О человеке, которое еще при жизни стало легендой. Материал Юрия Камышного. Добрый вечер. В эфире новости Приморье. Целых несколько десятилетий Раиса Познякова с экранов телевизоров рассказывала амурчанам, чем живет область. Успехи в сельском хозяйстве, достижения на крупных стройках, политика. Она прекрасно разбиралась во всех темах. Раиса Алексеевна не просто читала заранее написанный корреспондентами текст. Она всегда знала, о чем идет речь в том или ином сюжете. Она знала все проблемы, все достижения, поэтому то, что ей давали читать, а диктор это говорящий в переводе, она все знала, о чем идет речь. И поэтому донести мысль автора ей вполне удавалось. А плюс к тому, что у нее была какая-то природный артистизм, это вдвойне повышало эффект слова ее. Впервые на телевидении Раиса Алексеевна появилась, когда ей было всего 17 лет. Райчихинская школьница вела на местном ТВ несколько программ. А уже в 1971-м ее приняли на работу в Амурский комитет по телевидению и радиовещанию. Как вспоминала Раиса Познякова, читать приходилось заранее выверенное и утвержденное специальным отделом пропаганды тексты. Но были и небольшие отклонения. Буквально накануне 1 мая, на другой день я передавала сводку, сообщение синоптика, что они, значит, на завтра, на 1 мая дождь обещали. А Борис Петрович Рябов, наш бывший председатель комитета, говорит, Рай, да скажи, что будет хорошая погода. Я говорю, ну как, Борис Петрович, все-таки здесь синоптики уже говорят, предвещают такую погоду. Он, да нет, а то мало народу придет, и как-то, знаешь, зачем огорчать плохой погодой? Давай, говорит, скажем хорошую. Ну, действительно, я передала, что без дождя, и его не было. Представляете, вот так вот бывает. Приглашаем к экрану Татьяна Ивановна Петренко. Но все-таки концерт поздравления стал ее визитной карточкой. С просьбой поздравить родных и друзей на областное телевидение писали со всего Преамурья. Ведь лучше подарка, чем добрые слова, произнесенные с экрана Раисой Позняковой, не было. Она говорила так проникновенно, что некоторые зрители, слушая ее, плакали. Это, по-моему, из какого-то села, но они там люди такие чистые, вот еще не тронутые прогрессом. И они вот настолько, он так тепло, да, он говорит, я плакал. Ну и там и вся семья как-то вот так вот. Да, это вот, она так могла пронять вот-вот до мурашек, до слез. Ну а все свое в нерабочее время Раиса Познякова посвящала семье. Любимому мужу, детям, а потом и внуку. Для Раисы Алексеевны семья – это вообще культ. Это культ. Там, где вот дочь, сын, невестка, зять, а уж появился внучек, когда Илюшенька, тут она вообще вот по полной, она полно свою жизнь всю, как сказать, посвятила ему и себя вот она вот прям переделала под него все. Раиса Познякова стала негласным символом всего амурского телевидения. Легендарный диктор, которого любил зритель, уважали и ценили коллеги. Она навсегда останется в истории при Амуре. Юрий Камышный, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. 40-летие образования регионального отделения Союза художников РСФСР посвящается. В Амурском областном краеведческом музее открылась выставка под названием «Рука твоя, она от Бога». На экспозиции представлено больше ста предметов – картины, скульптуры, фотографии, дипломы амурских мастеров. Тему продолжит Анастасия Слесарева. На выставке представлена скульптура Авидеона Владимира Ефремовича. Он являлся первым председателем Амурского отделения художников РСФСР. Это деревянная скульптура художницы Ирины Брайдо. Ее амурский творец Владимир Абидеон создал 80-е годы 20 века. По словам сотрудников музея, таким образом мастер показал свое восхищение работами и творчеством советской женщины. Рядом с ней расположилась работа Николая Леонтьевича Карнабиды, члена Союза художников РСФСР. Металлическую скульптуру под названием «Юность» он выполнил в 1983 году, когда проходил обучение в Пензенском художественном училище. Это я когда учился в Пензе, в училище, я проходил практику по литейному делу на тракторном заводе. Ну и ходил по цехам. Удивил вот такую сценку, почти такую. Я переработал и сделал вот такой сюжет юности, любви, застенчивости и так далее. А это картина «Желтый натюрморт» Валерия Алексеевича Маклакова. Живописец приехал в Благовещенск из Одессы в 1958 году. Художника по рассказам сотрудников музея очень заинтересовала тема строительства БАМа. Вместе со следователями он пробирался по нехоженным тропам, плыл по перекатам, жил в тайге в палатках и продолжал рисовать историю о создании поселков, городов, электростанций. Между тем экспозиция насчитывает больше ста предметов 20 века, с начала 40-х до конца 90-х годов. Выставку совместными усилиями организовали Краеведческий музей и архив Амурской области. В архиве хранятся документы личного происхождения. Это документы, фотографии, дипломы, автобиографии, характеристики, газетные статьи. Но когда речь идет о художниках, то жизнь художника – это в его произведениях, а это уже экспонаты музейного характера. Поэтому картины, скульптуры хранятся в нашем Амурском Краеведческом музее. В экспозиции представлены материалы амурских художников, которые внесли значительный вклад в развитие изобразительного искусства в Преамурье. Калашова Сергея Вагановича, Сурикова Виктора Борисовича, Гейтс Николая Кирилловича и других. Анастасия Слестрова, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. Восемь любящих женщин. Премьеру спектакля под таким названием «Амурские зрители смогут увидеть уже в начале октября». Его поставит режиссер из Санкт-Петербурга Яна Гловацкая по пьесе французского драматурга Робера Тома. Первые репетиции уже стартовали в областном театре драмы. На одной из них побывала наша съемочная группа. Ах, ты мерзкая девчонка, да как ты смеешь так разговаривать с матерью? У тебя пужа? Только что убери! Сюжет разворачивается в загородной вилле, где восемь женщин готовятся отмечать Рождество. Однако в канун праздника хозяина дома находят убитым в его кабинете. Под подозрение попадают все присутствующие. Супругу погибшего Габи играет заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева. За ее плечами десятки характерных образов. Этот, призналась актриса, пришелся ей по душе. Роль хорошая. По психофизике моя. Мне очень нравится персонаж, потому что он непростой. И самое прекрасное, что есть что играть. И эта пьеса вообще уникальна тем, что у каждой женщины, у каждой актрисы есть что играть. Здесь нет какой-то главной роли. Тут у всех восьмерых главные роли. Кроме Елены Грачевой, участие в Ироническом детективе приняли артисты Юлия Стофиевская, Александра Дымшакова, Елизавета Канцарева, Екатерина Тимошкина. А также народная артистка России Анна Лаптева, заслуженные артистки Амурской области Наталья Петрова и Марина Щекина. Мою героиню зовут Пьеретта. Она по пьесе сестра того мужчины, которого нет в пьесе, вернее на сцене нет в пьесе, то есть убитого. Она очень экстравагантная женщина с каким-то таким прошлым, загадочным. Говорят о ней, что она выступала где-то на сцене, танцевала голой. В каких-то переводах называют даже, что она была стриптизершей. То есть она с таким темным прошлым появляется в этом доме. Восемь любящих женщин ставят на Амурской сцене впервые. Но на площадках российских театров этот спектакль идет уже долгое время и пользуются успехом у зрителей. Спектакль, конечно, о женщине. А если мы говорим о женщине, то, разумеется, мы говорим о любви. Правильно? Потому что мы живем этим любовью и каждая героиня абсолютно очевидно жаждет этой любви. Но в погоне за этой любовью они проявляют порой жестокость и открываются совершенно с неожиданных сторон. Поэтому все-таки любящие женщины. Не просто восемь женщин, а восемь любящих женщин. Поэтому тема любви здесь однозначно основная. Премьерный показ спектакля состоится в октябре и будет идти несколько дней. Первого, второго и третьего числа. Анастасия Слесарева, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова